Мы испытали популярный пластик для 3D-печати от 14 разных отечественных производителей. Самый дорогой оказался в 4,5 раза дороже самого доступного, а вот самый прочный оказался... Впрочем, давайте обо всём по порядку. Полиэтилен, террискалат, гликоль. В формате филамента для 3D-печати этот пластик появился значительно позже, чем ABS, чем PLA, но в 2021 году, конечно же, называть его новичком уже не приходится. Этот материал приобрёл народную любовь и заслуженный авторитет. При всём при этом PG нельзя назвать превосходным пластиком. Он уступает ABS в плане теплостойкости, он уступает PLA в плане прочности, он уступает PLA в плане простоты печати, а ABS он уступает в плане простоты постобработки. Вообще, очень сложно придумать, сообразить, в чём этот пластик является лучшим, но это и не важно. Важно то, что при хороших, пусть не выдающихся характеристиках, этот пластик лишён каких бы то ни было критических недостатков. Можно сказать, что этот пластик – это такая золотая середина между ABS и PLA. И, возможно, это лучший пластик для 3D-печати общего применения. Но кто лучший из лучших? Какой из российских производителей делает лучший PET-G? И мы спросили вас, какие бренды нельзя не включать в большой обзор по PG, и вы нам ответили. Так что, дорогие друзья, во многом сегодняшний выпуск – это результат нашей с вами совместной работы. Вам большое спасибо за лайки, за комментарии, за подписку. Мы это ценим, нам это действительно нужно. И прежде чем продолжить, необходимо сделать два важных заявления. Мы очень хорошо понимаем, что качество филамента имеет множество критериев своей оценки, но мы сегодня будем рассматривать лишь те, которые мы считаем наиболее важными. И весь пластик в сегодняшнем обзоре был приобретен без образования каких бы то ни было обязательств перед поставщиками, перед продавцами. Более того, никто из продавцов не был уведомлен о том, что данный пластик станет частью публичного исследования, за одним, впрочем, исключением. В комментариях к одному из наших предыдущих роликов к нам обратился некто Антон Советов, человек и 3D-клуб, производитель пластика для 3D-печати, который, собственно, предложил нам протестировать его пластик. Мы озвучили свое простое условие, а именно мы показываем то, что получается без предпросмотров, без каких бы то ни было согласований. И, в общем-то, очень быстро мы получили посылку, внутри которой находилось несколько катушек с PG. Две из них мы с вами сегодня рассмотрим. А также катушка с POM. И катушка с POM, дорогие друзья, это отдельный повод, отдельная причина подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что с POM мы обязательно разберемся. Я, как начинающий видеограф, пересмотрел за последние полгода какое-то просто страшное количество различных обзоров, камер, объективов, слайдеров и всевозможных световых приборов. Там очень часто звучит такой дисклеймер. Компания X предоставила мне на обзор вот этот замечательный и удивительный прожектор за полторы тысячи долларов. И если я все правильно понял, мне совершенно не обязательно отдавать его обратно, но это никак не может повлиять на результаты сегодняшней оценки этого прекрасного и удивительного прибора. Я честно расскажу вам о всех его потрясающих достоинствах и незначительных недостатках. Вот я вот получил на халяву посылку с пластиком, и я уже не уверен, что я смогу сохранить беспристрастность. Поэтому к сегодняшнему исследованию пришлось подключать бездушного робота. Мы старались приобретать по две катушки у каждого производителя PG, на которого вы нам указали. Причем первую катушку мы старались покупать натурального цвета или бесцветную, а вторую какого-то рандомного цвета. Фокус этот не прошел с FD-пластом, у которого в наличии на тот момент натурального цвета не было. И фокус этот не получился с питерским производителем Greg, у которого на момент закупок был один-единственный филамент PG, который, собственно, мы и приобрели. И в итоге у нас сегодня 27 претендентов от 14 различных брендов. И мы, пожалуй, пропустим вскрытие коробок от брендов, которые были задействованы в обзоре PLA, потому что у REC, у Best Filament, Print Product, FD-пласт, катушки с PG оказались упакованы вот ровно так же, как и катушки с полилактидом. Wallprint из Томска очень похож на своего соседа. Вот точно такая же катушка, как у Best Filament. На катушке есть этикетка, на которой, правда, нет даты производства. Но пакет с таким, с намеком на вакуум. Нит. Коробочка из тонкого картона, доехала не лучшим образом. Вот обратите внимание, нить, а не пруток. В коробку вложен пустой пакет с Zip Lock, это хорошо. Вакуум не очень убедителен, но попытка откачать воздух явно была. И на катушке тоже нет ничего, ни слова, ни полслова. Syntec. Приличная полиграфия, ладная коробочка и такая вот смешная катушка. На катушке ничего нет, но это можно легко исправить. Можно тут же написать любым фломастером, любую важную, интересную для нас информацию. Пакет без вакуума, но с Zip Lock. ABS Maker, такая ладная коробочка из небеленного картона с хорошим принтом. Пакет с Zip Lock без вакуума. На катушке этикеток нет. U3 Print прислал нам такой пакет без коробки с катушкой вторичного PG, о котором мы поговорим с вами в следующий раз. А еще прислал катушку из первичного PG, которую мы сегодня испытаем. И вот так вот она была упакована. Просто завернута в стритч пленку и такая вот на ней удивительная намотка. Этот пластик мы, кстати, заказали на официальном сайте и заплатили за него полную цену. И еще мы купили катушку этого же бренда на Озоне, и вот та катушка приехала в нормальной коробке. И, если честно, такое вот небрежное отношение к упаковке у этого производителя несколько раздражает. А так выглядит бесплатный для нас пластик от Fridy Club. Простая бухта с хомутами, а вот из той же посылки пластик на катушке. Коробки нет, этикетки на катушке нет, но зато есть выбор. У нас с вами есть выбор, доплатить 50 рублей за катушку или сэкономить. Хай-тек пласт. Еще один вариант с картонной катушкой, которая лежит в хорошей коробке. Прочный пакет, но без вакуума. Дальше четыре брата-близнеца. Streamplast, My3Dart. Вакуумный пакет, зиплок. На катушке наклейки нет, но есть наклейка на пакете. Хотя она, конечно же, должна быть внутри. Все то же самое, вот ровно то же самое. Точно такая же катушка, такой же пакет, так же снаружи наклеена этикетка. Не оставляет ощущения, что это один и тот же производитель. В попытке сэкономить на логистике, эти два производителя, или один производитель, наматывают килограмм филамента на катушку, в общем-то рассчитанную примерно на 750 грамм. Коробочка получается меньше, на палете, соответственно, помещается больше таких коробочек. Но вот потом, при печати, это проявится в том, что пластик норовит серпантином сорваться с катушки и запутаться. Приходится постоянно за ним следить, постоянно поправлять, и это тоже раздражает. И последний на сегодня, Грег. Вот хорошая коробка, а внутри простая, честная бухта в простом прозрачном пакете. По цене разброс получился очень приличный. И да, важно, мы приводили все катушки к цене за грамм. При этом мы поленились перематывать катушки, определять реальную массу пластика, и исходили из предположения, скорее всего неверного, что производитель тут не лукавит, и использовали задекларированные цифры. У кого-то это 1000 грамм, у кого-то 750, у Грег, например, 1170 грамм. А с ценой тоже все нетривиально. Мы брали данные с официальных сайтов или из официальных магазинов на Озоне. При этом, если на сайте присутствуют две цены, одна из них зачеркнута, и вместе с нее стоит новая, меньшая в ознаменовании распродажи, то мы брали, внимание, большую цену. Не знаю, как вас, а вот меня подбешивают все эти распродажи, а особенно их имитации. Если вы, дорогие маркетологи, хотите, чтобы мы думали, что вы продаете нам за меньшие деньги гораздо более дорогой филамент, то мы и будем считать этот филамент гораздо более дорогим. Впрочем, если вы, дорогие зрители, хотите пересчитать стоимость филамента в соответствии с актуальной ценой с учетом всех скидок, а также с учетом стоимости доставки до вашего места проживания, вы, безусловно, можете это сделать. Ну и методика исследования. В первой части исследования мы испытываем сам филамент на прочность, для чего его фрагменты мы разрываем, растягиваем с помощью универсальной испытательной машины. Прочность мы вычисляем, исходя из диаметра филамента, который мы, собственно, замеряем на этих самых испытуемых фрагментах. В случае с обзором PLA этот тест был весьма и весьма показательным. Во второй, и, собственно, основной части нашего исследования, мы печатаем вертикальные образцы и дальше испытываем их методом нагружения по схеме трехточечного изгиба. Я напомню, для нас это, наверное, самый простой способ оценить прочность сцепления слоев. Все образцы мы печатали на двух принтерах PRUSH с оплами диаметром 0,6 мм. Сопла эти уже не новые, но с общей, практически идентичной историей. Мы использовали их для печати образцов, для большого обзора PLA. Впрочем, возможно, износ сопел у этих двух аппаратов получился разным, потому что на одном принтере мы печатали так называемые холодные образцы, соответственно, сопла мы нагревали до 210 градусов, а вот на втором мы печатали при температуре экструзии 250 градусов. Так или иначе, для того, чтобы исключить какое бы то ни было влияние аппаратных особенностей разных 3D принтеров на результаты исследования, надо понимать, что абсолютно идентичных, абсолютно одинаковых 3D принтеров не бывает, быть не может. Так вот, для этого мы разделили тестовые лоты для каждого филамента на две части. По два образца мы печатали на принтере А, и по два образца мы печатали на принтере Б. Таким образом, абсолютно все филаменты в сегодняшнем обзоре находились в идентичных условиях. Все образцы печатались с одинаковыми настройками, с одним и тем же G-кодом, никакая коррекция потока в соответствии с диаметром филамента не применялась. Это, кстати, спорный вопрос, и мы к нему еще вернемся. Мы печатали образцы с умеренной скоростью 25 мм в секунду, слоями по 0,3 мм, с вентилятором, включенным на 30% от максимальной скорости вращения. Температура стола для всех образцов была равной 85 градусов, а температура сопла 240. В тесте PLA мы использовали два режима для всех образцов, в этот раз только один. Подробное исследование влияния температурных условий на формирование прочного соединения между слоями PG мы обязательно проведем, но потом. Конечно, кто-то в комментариях обязательно нам напишет, что нужно было подобрать оптимальные режимы для каждого пластика. Но мы с вами понимаем, что оптимальные режимы нужно подбирать не только для конкретных пластиков, но и для конкретных принтеров, и более того, для конкретных изделий. Поэтому нам сейчас важно, чтобы все наши претенденты оказались в равных условиях. Поэтому мы, собственно, выбрали вот этот один единственный режим, который должен хорошо подходить для любого нормального PETG. И нет, мы не сушим пластик перед печатью. Мы пытаемся оценить с вами качество продукта, который мы покупаем за свои деньги. И поскольку печатаем мы сразу из коробки, сразу из герметичного пакета, а пакета, влажность, филамент – это один из показателей его качества. Помимо прочности изделия, нас, конечно же, волнует технологичность материала, для чего на третьей ПРУШе мы печатали Фредди Бенче с оплом диаметром 0,4 мм, используя стандартный пакет настроек для Generic PETG из ПРУШа Слайсера. Ну и вперед к результатам. Начнем с конца, с корабликов. И, друзья, так же, как и в случае с PLA, смотреть особо не на что. Одинаковые они. По моим ощущениям, PETG нынче не тот, что был там лет 5 назад, когда он умел дарить сюрпризы. Но, видимо, варить этот полимер все научились, правильные настройки ретракта давно вычислены, и, в общем, все хорошо. Мы можем оценить все оттенки натурального, полюбоваться цветными прозрачными вариантами, посмотреть, например, на такой вот металлик, но без применения каких-то инструментальных методов контроля никакой разницы в геометрии мы не заметим. Мы были уверены, что на каких-то бюджетных вариантах проявятся те или иные артефакты 3D-печати, но нет. Все хорошо, все замечательно. Теперь к результатам испытания филамента. Нет, не все производители выдерживают заявленный диаметр в 1,75 мм, плюс-минус 3 сотки. Ну, к этому мы, в общем-то, уже привыкли. Дальше всех ушел один из филаментов от Фредди Клаб, причем ушел в большую сторону. Особенно грустно наблюдать за вывалившимся за пределы допуска дорогущим REC. И очень хорошую повторяемость показали FD-пласт и BEST-филамент. Хотя, конечно, две катушки – это слишком малая выборка, чтобы делать какие-то выводы. Ну, а вот результаты измерений прочности нити на разрыв. Разброс результатов очень-очень небольшой, и это уже повод для оптимизма. Но давайте посмотрим еще на эту диаграмму. Здесь мы по горизонтали откладываем диаметр филамента, а по вертикали его прочность. Если помните, эта диаграмма нам очень пригодилась в случае с PLA. Мы обратили внимание на филамент, наиболее близкий к заявленным 1,75 мм в диаметре и имеющий при этом максимальную прочность. И в этот раз у нас есть один явный лидер в этом плане – это BEST-филамент зеленого цвета. Ну, а дальше самый сок. Основная часть нашего исследования – вертикальные образцы как жертвы трехточечного изгиба. Я вообще, пожалуй, пока помолчу. Давайте смотреть, как они ломаются. Субтитры создавал DimaTorzok Заметли что-нибудь интересное? Если вы заметили более одного интересного момента, то у вас либо очень хорошее зрение, либо очень хорошая фантазия. Давайте вместе, не спеша, посмотрим на все самые примечательные моменты. Вот уже на материале под номером 3, а это натуральный BEST-филамент, мы могли с вами увидеть рождение трещины без привлечения высокоскоростной камеры. Напомню, ничего подобного на PLA увидеть в принципе невозможно. Что-то подобное мы видели на PLA+, но здесь мы это видим на простом, честном PG. Правда, видим только на одном образце из четырех. И то же самое мы, или почти то же самое, мы разглядели на зеленом BEST-филаменте. Вот тут такой постепенный плавный разрыв мы наблюдаем на образце из синего FD-пласт. И очень похожую картину мы увидели сразу на двух образцах из FD-пласта зеленого цвета. А в следующий раз похожее мы увидели уже только ближе к концу испытания на натуральном FD-клаб. Ну а на желтом FD-клаб случилось вот то самое диво-дивное. Я напомню, это один из двух пластиков, добровольно присланных нам на обзор Антоном Советовым. И вот это просто идеальный пример вязкого разрушения. Если бы мы эту картину увидели у всех четырех образцов, победитель сегодняшнего смотра был бы очевиден. Но, увы, один случай из четырех это скорее исключение. Но очень приятное исключение. Ну и посмотрим на результаты в цифрах. Разница между самым слабым и самым сильным пластиками не такая драматическая, какой она была у разных PLA, но все же значительная. Значительно больше, по крайней мере, чем мы видели разницу в прочности самого филамента. И помните, в случае с PLA мы наблюдали преимущество натуральных пластиков перед окрашенными. Вот здесь ничего подобного нет. На первом месте натуральный принт продакт, но уже на втором – желтый прозрачный FD-клаб. Наши единственные металли, которые по опыту общения с PLA должны показывать очень скромные результаты, тут аж на четвертом месте. И полно натуральных пластиков в середине диаграммы, их хватает даже ближе к хвосту. Да, и кстати, раз уж мы с вами вспомнили про PLA, в среднем напечатанный при 240 градусах с умеренным обдувом PG, чуть прочнее PLA напечатанного с полным обдувом при 210 градусах. Но при этом заметно слабее PLA напечатанного при 250 градусах и без обдува. И помните, в случае с PLA у нас вот очень хорошо показали себя филаменты с высокой прочностью и диаметром, близким к номинальному в 1,75 мм. В этом случае лучший в этом плане филамент, а именно зеленый бестфиламент, ничего удивительного не показал. То есть это хороший результат, но ничего с многосшибательного. Лучшими же оказался супер толстяк желтый FD-клаб и находящийся на верхней границе допуска по диаметру Print Product. Не означает ли это, что наши испытания просто превратились в гонку диаметров, и самый толстый филамент обеспечивает самую высокую прочность изделия? И если посмотреть на эту диаграмму, мы поймем, что это действительно так. Отчасти это так. И у нас есть два пути. Первый это перепечатать все образцы с применением коррекции потоков в соответствии с результатами измерения диаметров. Об этом, кстати, в комментариях к одному из предыдущих видео писал Дмитрий Соркин. Но есть небольшая проблемка. Что именно считать истинным диаметром филамента? Мы замеряли диаметр на достаточно коротких отрезках, которые, собственно, рвали. И нет никакой гарантии, что именно эта цифра, этот диаметр сохранится на всем протяжении катушки, или хотя бы на тех трех метрах филамента, которые уходят на изготовление одного образца. Да, и, кстати, необходимо помнить о том, что филаменты у нас в сечении своем далеко не круглые. Соответственно, в каждой точке нам нужно проводить как минимум три измерения. Так что я всерьез задумался о строительстве вот такой вот машины. Но, впрочем, есть и другой путь. Все наши образцы, перед тем, как быть сломанными, были взвешены. И знание истинной массы каждого образца, а также знание плотности материала позволяет нам точно оценить количество материала, инвестированного в каждый образец. Более того, мы можем примерно оценить площадь сечения каждого образца. Сопоставив вычисленную таким образом площадь сечения каждого образца со средней площадью сечения, мы можем применить поправочные коэффициенты и таким образом опустить немного значения для толстяков и приподнять значения для тонкого филамента. Вот что у нас получается с учетом таких вот поправок. У нас сокращается разрыв между лучшими и худшими. С учетом доверительных интервалов выбрать лучших производителей становится еще сложнее. Но тем не менее, мы можем разбить все наши результаты на три условные категории. Превосходные, отличные и очень-очень хорошие. Нужно еще раз подчеркнуть, в этом исследовании у нас разница между лучшими и худшими весьма умеренная. Поэтому, возможно, в качестве основного критерия выбора филамента нам нужно использовать не прочность изделий, а что-то другое, то есть, возможно, большее значение играет та же самая равномерность диаметра по длине катушки, которую мы с вами не оценивали, качество намотки филамента на катушку, качество упаковки и даже в конечном итоге отношение продавца к нам, к покупателям. Но, возможно, на первое место все-таки выезжает цена этого самого филамента. И давайте посмотрим на такой скатер-плот. По вертикали скорректированная прочность, по горизонтали цена за грамм. Вот первое, что приходится сказать, REC в сегодняшнем исследовании это самое большое разочарование. Самый дорогой материал, в общем, ничего хорошего, кроме наклейки внутри коробки, нам предложить не может. В случае с PLA, напомню, REC был лучшим среди холодных образцов, лучшим. В случае с PG, увы. И, кстати, очень большая разница в прочности между двумя разными вариантами, между белым и натуральным, что вообще не делает чести такому дорогому бренду. А дальше идет print product. И тут, в общем-то, можно сказать, если вам нужна максимальная прочность, а цена не имеет значения, в добрый путь. Хотя и здесь тоже большая разница между натуральным и окрашенным пластиком, и это серьезный минус. А теперь смотрим в левую часть диаграммы. Самый-самый дешевый пластик показывает очень хорошую прочность. Если для вас важнее всего сэкономить, и вы готовы сами перематывать катушки, то GREG это хорошее решение. Однако, если хотя бы чуть-чуть добавить денег, то мы получим нормальную катушку и более высокую прочность. Вот этот тесный такой дружный кластер, это наш FD-Plast, Syntec и Hightech Plast. Если еще чуть-чуть добавить денег, то мы попадаем к Антону Советову. Это тоже очень интересный вариант. Вообще, в конце концов, это второй результат по прочности. Лучше только в два раза более дорогой print product. Вот, пожалуй, эти ребята выглядят наиболее привлекательные. Ну а эти ребята делают отличный филамент. Но они нам менее интересны, потому что другие делают либо лучше, либо не хуже, но при этом дешевле. Впрочем, не зря же мы с вами разобирались с вязкостью материалов. Я напомню, мы можем оценить абсолютную вязкость образца, проинтегрировав усилия, затраченные на его деформацию и в конечном итоге на его разрушение по перемещениям траверса нашей испытательной машины. И вот давайте посмотрим на такую диаграмму. И вот картинка несколько меняется. У нас увеличивается разрыв между лучшими и худшими, и у нас увеличивается разброс результатов для каждого отдельного филамента. Вообще, вот так выглядит типичная диаграмма образца, показавшего относительно высокую вязкость, а так низкую вязкость. То есть при очень близких значениях предела текучести мы можем получить большую разницу в величине деформации перед разрушением и, соответственно, в вязкости. Приятно и немного удивительно, что наши лучшие филаменты с точки зрения отношения прочность-цена и тут оказываются на высоте. FD-Plast, Syntec, Hitec и Freediclub показывают отличные результаты. А феноменальный результат нашего желтого Freediclub – это такой толстый намек на то, что умеренная запланированная переэкструзия – это отличный способ повысить механические характеристики изделия поперек слоев. Выводы для себя делайте сами. А мне, пожалуй, в сегодняшнем исследовании больше всего понравилась средняя температура по палате или даже по всей больнице. У нас никто из сегодняшних претендентов не показывал каких-то таких драматических, печальных, досадных провалов, подобно тем, которые мы наблюдали у некоторых полилактидов отечественного производства. И вот такая стабильность результата в принципе дает нам надежду на то, что результат печати с помощью PG будет, если не всегда, то почти всегда хорошим. Хотя, с другой стороны, меня больше всего расстраивает в сегодняшнем обзоре то, что у многих производителей, у многих брендов разница между двумя катушками, которые мы случайным образом приобрели и испытали, оказалась весьма и весьма значительной. Особенно значительной на фоне общего небольшого разброса результатов. И это, к сожалению, не свидетельствует в пользу стабильного качества производства. Впрочем, приятно, что у некоторых производителей результат на двух разных катушках был очень и очень близким. Но, к сожалению, конечно, выборка из двух катушек не позволяет нам отличить закономерность от случайности, не позволяет делать нам далеко идущих выводов. Большое вам спасибо за внимание и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин